Атмосфера гламурная, а темы обсуждают серьезные. В воскресенье вечером в одном из ночных клубов города состоялся марафон-концерт для женщин, страдающих от домашнего террора. Мероприятие – определенный старт благотворительного социального проекта, организованного Шуянкой Еленой Дмитриевской. «Ничего не бойся, я с тобой». По задумке автора, специалисты проекта будут помогать несчастным женам освободиться от насилия в семье и начать новую жизнь. «Есть силы, прежде всего внутренние, чтобы женщины понимали, что ситуация может имениться как с точки зрения закона, так и духовной. То есть, если есть шанс жить дальше, а не терпеть, как многие терпяты, как он рассказывал в прошлом, терпяты годами, годами насилия в семье». В зале не так много народу, и те теряются за спинками клубных диванов. Если среди присутствующих и есть адресаты проекта, то они никак не выдают своего присутствия. На сцене – танцевальные и музыкальные коллективы, выступающие в поддержку проекта. «Мы привыкли больше стюрпеть, меньше обращаться к кому-то, чего-то. Все, как говорится, сами. И в итоге семья распадается». Большое внимание уделено проблемам женского здоровья. На протяжении марафона желающих консультировали врачи-онкологи. Они разъясняют, чаще всего рак – это последствия сильного стресса. «Есть четкая статистика, что неприятности, смерть близких, семейные трагедии для женщины через полтора-два года заканчиваются нередко онкологической проблемой. И мы хотим сказать, что женщина – существо удивительное, прекрасное. Она должна любить себя сама, ее должны любить окружающие. Именно это позволит ей быть не только прекрасной, но и здоровой». Решать домашние проблемы, будь то физического или психологического насилия, важно для собственного здоровья и сохранения жизни. Врачи объясняли женщинам, как важно регулярно проходить медицинские осмотры. «Есть определенный план посещения мамолога. Это раз в год, начиная с 30 лет. Также есть определенный комплекс обследований. Это мамография, УЗИ молочных желез, компьютерная томография молочных желез и анализы на онкомаркера крака молочных желез. Также, соответственно, осмотрим амолога раз в год». Проект «Ничего не бойся, я с тобой» активно начнет работу в январе, в Шуе. Тогда появится помещение для консультации психолога и юриста и заработает горячая линия помощи жертвам домашних избиений. Обращаться за поддержкой к активистам проекта смогут женщины всего региона. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.